Генсик НАТО Йенс Толтенберг приветствовал решение Германии о предоставлении Украине еще одной системы Patriot и подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть в Украине. Об этом он сказал в интервью издании Welt. Я процитирую. Глава НАТО особо отметил недавнее заявление Берлина о новых поставках в вооружениях и сказал, я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot. Давайте об этом не только поговорим с Дмитрием Лывусем, а политологом-международником, директором Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Дмитрий, Столтенберг нашел слова похвалы для Берлина в то время, как в Германии снова набирают обороты дебаты о том, стоит ли Берлину поставлять Украине крылатые ракеты «Таурус»? Не стоит. Когда для Шульца побледнеет и эта красная линия? Знаете, я думаю, что очень правильно поступил генеральный секретарь НАТО, когда похвалил именно за решение о предоставлении системы Patriot, потому что постоянная какая-то критика о том, что сделано, что не сделано, это было бы неправильно. Система Patriot, система противовоздушной обороны, которая в украинских руках зарекомендовала себя более чем на высоком уровне, это то, что действительно необходимо Украине. Это то, о чем, например, говорил президент Украины Зеленский в Гранаде, где проходил третий саммит европейского политического сообщества. Там как раз речь шла тоже не только о Patriot, а и с испанцами, например, о системе Hawk. То есть в преддверии очередной зимы, которая, понятное дело, будет использоваться русскими для чего? Для того, чтобы опять пытаться уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. И сделать это они будут пытаться гораздо более эффективным для того, чтобы было холодно и не было электричества у нас. И таким образом заморозить Украину. И, в общем-то, это один из элементов геноцида. Попытка вот такого сознательного уничтожения полностью всей гражданской инфраструктуры. Естественно, что в этой связи именно системы противовоздушной обороны, причем эффективные системы, вокруг которых строится вся ПВО, она имеет огромное значение. Поэтому, естественно, что мы уже вот сейчас видим эти попытки. Если за шесть месяцев прошлого года россияне применили против Украины тысяча шахедов, то вот за прошлый только месяц уже применили 500. То есть они разворачивают производство, они пытаются их применять именно для того, с теми целями, о которых мы говорим, чтобы уничтожить украинскую энергоструктуру. И очевидно, что патриоты сейчас, они очень нужны, очень эффективны. Относительно же Таврусов, да, действительно, это такая долгая история, которая давно продолжается. Но и возникающие препоны, они такие достаточно могут быть достаточно смешными. Но, как по мне, я думаю, что мы уже видели то, что, ну как смешными, не смешными, да, почему тут, наверное, не совсем верно сказал. То есть они, понятно, что этих препон их просто столько, что очевидна их искусственность. И, однако, я не думаю, что все именно имеет смысл говорить непосредственно о том, что все решение зависит от одного человека. Понятно, что не зависит. И для нас очевидно, что из себя представляет Россия, да, то есть, и что войну выиграть тоже одними системами противовоздушной обороны не получится. Но мы видим, что на самом деле этот путь Германия все-таки проходит. То есть в свое время предоставление танков, это был такой, уже был, водораздел на самом деле уже пройден. То есть вот предоставление танков было вот этим вот, с препятствием, которое, казалось бы, оно непреодолимо. И я просто очень хорошо помню и вопли в России по этому поводу, как они кричали о том, что Германия испугалась, и Германия не будет давать, и когда вся эта эпопея шла. А сейчас, когда, тем более, уже нету такого аргумента, что больше никто не предоставлял, нет, уже русские объекты, уже и военные корабли взрываются, благодаря применению украинцами скальпов и штурмшедов. Я думаю, что теперь вот это, все-таки предоставление таврусов, это вопрос времени. Ну а глобальное понимание того, что это должно произойти, вот символом этого как раз становится то, что предоставляется новая система Патриот. Янс Толтенберг отдельно подчеркнул, что если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию. А президент Зеленский, выступая в Гранаде, вы уже вспомнили, да, о его участии в этом форуме, озвучил данные разведки о том, что Российская Федерация хочет заморозить конфликты, в 2028 году напасть снова, но уже не на Украину, а возможно на страны Балтии или другие европейские страны. Как вы считаете, вот это предупреждение украинского президента услышала та часть аудитории, которая, ну, например, хотела бы корейский вариант мира или там некоторые из стран Запада, которые выступают за прекращение помощи Украине и предлагают ей сесть за стол переговоров с Российской Федерацией? Я думаю, что услышано, потому что, ну, потому что тут сама практика и сам мир, ну, вот все, что происходит, оно доказывает, что именно так все и есть, да, то есть, ну, понятное дело, что можно было бы понять уже и в 2014 году, потому что когда страна, постоянный член Совета Безопасности ООН, он вдруг, не вдруг, а тоже вполне логично приходит к тому, что нарушает принципы ООН и отторгает, заявляет о том, что отторгла территорию другого суверенного государства, именно Крым, и нарушив при этом еще и кучу своих договоров с Украиной, с другим государством, когда и даже просто слов своих же президентов, которые рассказывали, что граница Украины нерушима. И, то есть, все, это, с этим уже, казалось бы, должно быть все понятно, но я думаю, что сейчас это становится гораздо более очевидно, иное дело, когда это приведет к такому, к пониманию действиям, да, то есть, скажем так, аргументов против того, что абсолютно логично говорит Украина, о чем говорил президент, конечно же, нет, да, то есть, и более того, открыто, ну, вряд ли мы можем говорить обо какой-то такой, открытом оппонировании. Оно, да, оно происходит, оно, но оно все равно происходит под маской совершенно там других вещей, да, то есть, та же самая Венгрия, хотя когда там, ну, скажем так, да, есть такая политика отдельных стран, которая, она, ну, нельзя сказать, что это в Европейском Союзе, что это страны-изгои, но это так однозначно не страны-лидеры, и не страны, которые и так, да, принимали какие-то решения, и более того, эти же страны, они, ну, вот, на примере Венгрии, например, мы это видим, которые сами постоянно подвергались критике по поводу приверженных, на тому, что они не привержены действительно идеям демократии, и там есть множество проблем подобного рода. Поэтому я думаю, что, да, это работает, и главное, что те действия, которые совершает Украина, вот, именно тем, что постоянно напоминание о реальных российских планах, о том, что, ну, вот, как в Писании, по делам их узнаете их, да, то есть, вот, это абсолютно логично и абсолютно правильно. По делам их узнаете их. Джозеф Байден собирается просить у Конгресса помощь для Украины в размере 100 миллиардов долларов. А почему именно такая сумма, почему именно сейчас, и получится ли ее утвердить? Думается, что 100 миллиардов – это один из таких расчетов, там, если разбивать на конкретные транши, да, по поводу предоставления и по поводу, ну, и вообще с тем, что имеется в виду под этой помощью, то есть с оценкой техники, с оценкой вооружений, боеприпасов, все, то есть, там, цифра привязана к конкретным вещам. И она, в общем-то, привязана, наверное, тут, опять же, по срокам, то есть, получается, это где-то к следующий год, да, то есть, около того, то есть, половина следующего года. И, в принципе, это логично. Почему? Потому что это та помощь, которая, в общем-то, все равно, она, как одноразовая, в общем, это изменение, разовый пакет, это тоже говорит об изменении стратегии в том плане, что, в общем-то, наверное, логично. Но, с другой стороны, понятно, что это, на это влияет еще и политическая ситуация в самих Соединенных Штатах, да, то есть, это очевидно. То есть, выборы в следующем году, которые приближаются, и понятно, что в это время усиливается спор с оппонентами, которые абсолютно из тактических побуждений могут, ну, просто блокировать определенным образом работу, делать, привлекать слишком большое внимание к конкретным тем направлениям внешней политики, которые они критикуют и считают, что они неправильны, или просто критикуют для того, чтобы привлечь внимание избирателей, то я думаю, что главная причина все-таки в этом. Скорее, такая реакция на возможную критическую ситуацию непосредственно в Соединенных Штатах, для того, чтобы это, так сказать, предохранитель. И, в общем, тут каких-то проблем со стороны Украины в этом плане нет. Ну, дай бог, чтобы Джо Байдену удалось включить этот предохранитель для Украины. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое.